Сложно спросить, да, какие основные принципы интеграции биотрепараторов в общую технологию, да, но, исходя из того, что Вы говорили, я понимаю, что это каждый раз некий такой точечный, абсолютно уникальный подход, но все-таки, вот, как интегрировать, ну, уж на Вашем опыте, да, какую систему, какой алгоритм или протокол, еще было такое слово, Вы создали, да, или Вы практикуете, Вы советуете, как практик, как ученый, ну, по граям, В медицине есть такой очень хороший термин, он по-английски звучит, звучит как evident-based, как доказательный, вот, пожалуй, ключевой принцип внедрения в строительство технологических схем, это принятие решений на основе объективной информации, То есть мы получаем объективную информацию по расчету доз внесения макро-микроэлементов, по фитопатогенному состоянию посевов, по содержанию фитопатогена в растительных достатках, по фитоэкспертизе семян, по истории полей трех-пятилетних применений химической защиты, то есть анализируя на основании данных, полученных из хозяйства и тех последований, которые проводим мы, мы имеем объективную картину, что здесь и сейчас в этом все обороте, либо в структуре посева происходит. Само же внедрение, и это ключ, само же внедрение бактериальных препаратов очень просто, оно не требует дополнительных проходов, дополнительных каких-то выдуманных схем, Ну, наверное, было бы хорошо как-то расширить контексты биологизации, точки приложения, но даже используя биопрепараты в рамках имеющихся технологических карт, не изобретая велосипед, а используя те инструменты, которые у вас есть в тех ситуациях, где вы можете быть полезны. Если это солома, берите лишний азот, там не может быть химическая защита растений, но это вотчина сапротрофных микроорганизмов. Если это семенной материал, ну, речь идет не только о фитоэкспертизе семян. Константин Георгиевич очень правильно сказал, и Владимир Александрович говорил, а то, что через растительные остатки попадают в почву, с чем растение на стадии проростков сталкивается. То есть ведь назначение химических протравителей, это не только фитоэкспертиза семян, это уже проведенный анализ растительных остатков, то есть мы знаем весь комплекс патогенов. И здесь, ну, я бы никогда не позволил, наверное, себе и не порекомендовал, вы знаете, быть здесь таким достаточно успокоенным. Потому что отрабатывать химическими протравителями без учета всего спектра патогенов, открывая ворота инфекции, понимаете, здесь никакая биология не поможет. Но биология здесь востребована как препарат сопровождения, потому что многие химические протравители токсичны, обладают, скажем, ретродантным эффектом. И мы можем это снимать. Осеннее кущение, если оно есть, смотря в какой фазе мы уходим, там тоже поле для деятельности, понимаете. В зависимости от фитоэкспертогенного фона, либо вкупе с химическими средствами защиты, либо отдельно на развитых поселах. Можно сформировать здоровье весны. Та же самая весна, но если у вас 6 видов фитоэкспертогенных грибов с процентом встречаемости 60, ну ни к чему говорить о биологизации. Давайте пожар тушить. Но если весна холодная, если устица не открытая, или наоборот, условия входа в весну такие, что требуется больше стимуляции и биологических фактов, чем защитных. Патогены тоже избирательных условий, понимаете. То есть вот эта база объективная, вот эта вот доказательная база, она каждый раз дает вам решение на опережение. То есть с ноября мы знаем, чем вы будете защищаться весной. И определяем сроки, формы, проведя дополнительный контроль после обработки, после несения первого азота, когда вот эта провокативность может очень многое изменить. Понимаете, здесь ситуация, с одной стороны, очень деликатная и требует вот этой вот, как и в медицине протокольной, очень взвешенного взаимоотношения между исследовательской лабораторией, практиками, врачом и так далее. Но с другой стороны, очень легко реализуемо, потому что в хозяйстве просто лежат агрохимическая карта поля свежая, фитосанитарная карта поля. И каждый раз мы принимаем решение, а есть ли смысл ходить к биологическим препаратам, есть ли смысл и возможность компенсировать химическую обработку. Это решается на опережение, обычно за 2-3 недели. Понимаете, но это то, что называют адаптированной системой земледелия. Адаптированная система земледелия, это не средняя температура, это в этом хозяйстве, в этой структуре посевов и на этих полях. И вот здесь ниша и точка приложения биопрепарата, конечно, определяется годом. Вот, к сожалению, нет Александра Григорьевича Дорошенко. Действительно, он вышел в этом году, он начинал интересно заходить по оптимизации до смесения зодных удобрений. Мы не сторонники этого, потому что я даже говорил ему, что Александр Григорьевич, ну, Ваше дело как выражается, зачем? Тоже не нужно, лучше меня знает сейчас, почему выражать. Но он вот эти моменты прочувствовал, понимаете. В этом году не потому, что мы так уникальны. Да, мы создали все предпосылки по оптимизации циноза, прощистки всех этих авгиевых конюшек. И год так сложился. И он между сциллой и хорибдой прошел. Там был фон, там было все равно накопление фитопатогенов. Но был высокий имитет растений, были условия. Мы прошли, мы его просто провели, как знаете, как шкипры. Мы провели его, действительно, без этих фунгицидных обработок. Потому что, да, это прецедент. И это не самоцель, поймите про это. То есть, вот это и есть, понимаете. Те, в которых хозяйствах у нас нет. Знаете, раньше в России было понятие земского врача, который был с фермером, был с пациентом. Но сейчас, к сожалению, ни с фермером, ни с колдингом. Вот такого независимого эксперта зачастую нет. У которого есть обследование, у которого есть объективка, который не зависит от товарных запасов на складе, от продаж, от дилерских обязательств. Понимаете? Это бидары. Вот. Такую систему достаточно легко создать. Она, повторюсь, окупаемая. И биопрепараты здесь могут быть первой скрипкой, а могут быть, в общем-то, в шлейфе технологии хорошим сопровождением. В зависимости от года, культуры, ситуации, а не от нашего желания, чтобы продать. То же самое с химией, то же самое с азотом, с микроэлементами и со всем тем спектром инструментов, которые можно предложить в условиях года и в этой культуре, и на этом поле. Спасибо. Александр Ильич, мне кажется, это такой универсальный принцип работы с биологизацией. Вы согласны или нет? Да, я полностью согласен и хочу дополнить еще чем. Я думаю, что биологизация или интегрированные подходы к защите растений, они действительно в одном моменте склонны больше к биологии, в другом моменте в каком-то химии. Ну, я приведу такой пример. То есть, интегрированность, если мы по болезням сегодня имеем возможность работать биологическими методами, то не совсем имеем возможность работать с сомняками биологии. Нам приходится применять химию. Факт, понимаете? Как это назвать? Биологически или химически? Ну, безусловно, это интегрированность. Так же точно с вредителем. К одному вредителю мы подберем, к другому нет. Но тут еще должна быть и технология, понимаете? Как сегодня... Мы ведь работаем, и мы с Николаем Васильевичем были в том же биохуторе нашем, да? Где мы видели, что сегодня по такому году, ну, должен быть сорняк, а его нет. И не применялось там уже десять лет, девять лет не применяется ни гербициды, ни химии, ничего. Потому что за счет технологий, уже за счет подбора орудий, за счет самой технологического процесса, все отработало. Поэтому пока мы говорим об интегрированном подходе и применении действительно обоснованных доз применения и так далее. Без вреда для здоровья, для почвы и так далее. Возвращусь немножко, буквально немножко к семенам. Сегодня селекционеры работают в направлении устойчивых сортов к различным заболеваниям и так далее. И они предупреждают, продавая свои семена, выращивая, допустим, проходя госсорткомиссию, они пишут, что, да, действительно, сорт восприимчив к таким-то болезням. Будьте осторожны, они предупреждают, нас предупреждают. Но это высокопродуктивные сорта и так далее. Их не применять тоже нельзя. Можно вернуться к полбе, спельте и так далее. Но мы будем получать совершенно другой урожай. Но там не будет клопа черепашки, потому что он не прокусит. Потому что это совершенно другая структура. Зерна и так далее. Они туда не пойдут, такие вредители. Поэтому опасность в том, что не проверяют, не исследуют зерно, и не экономят на том, что не применяют протравители или применяют то, о чем сказал Владимир Александрович, применяют протравитель стандартный какой-то и так далее. Нужно исследовать и дать именно то, что уничтожено. Ну и второе, безусловно, накопление фитопатогенов в зерне – это одно. Но самое главное – почва. В почве все сохраняется. В почве все держит. То есть нужно исследовать почву и нужно работать с почвой. Вот то, с чего мы начинали. Почву надо оздоровать. Она должна быть здоровой. Тогда будет здоровая растение. Тогда не надо будет работать с фунгицидами. Тогда можно с помощью биологии стимуляторов вывести хороший урожай. Сдержав какой-то там пожар химии, но теми дозами, которые будут минимальны. Но по жестким, объективным и непредвзятым показаниям. Показаниям, конечно. В завершении, наверное, еще можно сказать. Дело в том, что интегрировано подходить необходимо, но с учетом зональности. Вот скажем, в настоящее время есть хозяйство довольно крупное. В Краснодарском крае земли есть. В Воронежской области, в Ростовской и в Саратовской. И есть ли они технологии, которые в Краснодарском крае, где биологизация земледелия у них, биопрепараты в массу применяют. Они там в основном обходятся без химии. Именно вот о защите. И если они начнут применять это в Воронежской области, у них ничего не получается. В Саратовской там острый дефицит, наоборот, влаги. Тоже нужно свои подходы. То есть необходимо применять именно к определенным почвенно-климатическим условиям. И обязательно учитывать наличие тех или иных возбудителей болезней, все равно полевой растительности, ну и вредителей, конечно. Да, абсолютно. Без мониторинга невозможно. То есть начать нужно действительно соизучивание ям. Вот они попытались и посмотрели, что да, мало что получать. Вот у них буквально земли в Воронежской области второй год. Не знаю, ничего не получается. Вот урожай они нет. И Саратовской точно так же. Мы не приспособлены к их почвенно-климатическим условиям. Все это позже и специфика есть. Вот это обязательно необходимо учитывать. А можно маленький вопрос всем коллегам? Ну, условно говоря, что мы чубы-то рвем всем? А что наши делают заклятые друзья из Европы, где они ежегодно хоронят 10 тонн соломы в свои подзористые почвы? У них получают по 100 центнерам пшеницы и давно та же Германия. Что они делают вот в этом направлении, которое мы сейчас обсуждаем? Вы знаете, не совсем так. Дело в том, что они уже ушли от вала. У них есть определенная программа. Каждое предприятие должно вырастить определенное количество конкретного растения. Но это вообще фраза. Все равно они получают очень высокий урожай по озимовому клину. Что они делают в салоне? Есть у вас информация? Вы же должны были интересоваться передовыми достижениями европейскими? Вот в части применения биопрепаратов и применять ли их там вообще? Причем передовыми? Я был в Туларе на выставке. Это крупнейшая американская выставка, где съезжаются все фермеры. Я поехал как раз за этим передовыми достижениями. Но я их не нашел. Когда я им рассказал, что делаю имя, они предложили ровно и совместное предприятие. Я бы не стал преувеличивать их наработки. Нет. Никто их не восхваляет. Просто интересно, как они решают этот вопрос на сегодняшний день. В Германии 5% она мутила все. Остальное они работают по классическому. То есть в угоду экономии пресловутых 10 литров солярки, это разница между поверхностной обработкой и пахотой. Мы когда-то встали на колени перед целым шлейфом бразильских орудий. И теперь мы сами себе создали проблему, сейчас мы ее решаем. Игорь Ильич, это половина правды. Другая половина правды, что на колени встали не абстрактные мы, а наши соотечественники, фермеры, сельхозприятия. Конечно, можно выступить с осуждением, либо с призывом, а можно попытаться им как бы помочь. Это разговор уже не формата, но это не интересный. Появили гербициды, нужно было их куда-то применять. Мы считаем, что более честно им помочь и снять максимум рисков, которые они вступили, как известно во что, со сменой технологии. Я почему так эмоционально, потому что я сам производственник, был и агрономом, главным руководителем предприятия. Я видел, правильно сказали, что когда мы сеяли озиму по озиму, совершенно спокойно, готовя плугами почву под озимую, я до определенного времени из фунгицидов знал только про травители семян. Вообще этой проблемы не было. Игорь Ильич, мы в 2011 году три года пшеницы по пшенице получали лучшие урожаи в Александровском районе Старопольского края. Но когда-то у нас в системе земледелия и попозорщиков мы не сеяли. У нас потенциал... Так все-таки не ответили на мой вопрос, что они делают? Они вносят биопрепараты в Европа для деструкции растительных. Ушли от поверхностной обработки, что они с соломой делают? У них почвенно-поглощающий комплекс намного точнее, чем нас. Во-первых, у них силооборот немножко специфичный. В основном, скажем, фермер, который имеет землю, он имеет животноводство и поэтому полевых культур... Нет там чисто культуры, которая выращивается именно с злаково искать. Там нет злаков в таком количестве, которое мы имеем. Да, то есть этой проблемы нет, потому что нет большого количества насыщенных... Короче, силооборот у них решает эту проблему. Это конечная технология. Второе. Ввиду того, что у них большое количество животноводства... Где? Да в той же Германии. В той же Германии. В той же Испании. В штатах. Те же животноводства у тех людей, которые выращивают зерно. Это у них совместные там бизнесы? Я насколько понимаю, у них там мегафермы, которые... Совсем нет. Совершенно разные формы хозяйствования, начиная от фермеров по типу наших, вот у которых 100 гектар, да, и заканчивая там большими лантифундистами... И все это просто решает в том, что нашим арахубинам. Нет, хозяин 400 семей, понятно, это все... Не все, но очень большая часть соломы, вот как сказал Николай Васильевич видывал его кубасту, да, просто убирается с полей. Прошел комбайн, следом тюкуется, но ты увозится с полей. Они закатывают, они продают солому, они... Проблемы принимаются. Они в том очереди, наверное, какие-то экстрюгированы. Они все это спозят. Позвольте, вот маленький вопрос. Маленький вопрос. Пока не упустил вопрос. Вы действительно как-то вот сказали, что вроде некая трагичность есть, да, в том фитопатогенном фоне, который наполбит. Конечно. Вы знаете, это ну как бы данность. Это не то, что некая трагедия, либо такое вот что-то. Это просто есть некая проблема, есть один из лимитирующих факторов, который может стать очень серьезным, а можно не допустить. Поэтому я вот не вижу в этом какой-то нерешаемой проблемы, да, или какого-то вот такого апокалиптического, такого настроя. Просто нужно знать, что делать и делать. И есть технологические решения, как это снимать. Я обследовал, понимаете, растительные остатки, ну, из регионных регионов Соединенных Штатов. Вот. По депрессивному фону биологии, это сопоставимо с не лучшими, как бы, наутильщиками, которые 8 лет делают мульчирующий слой, а там кроме токсикантов и кроме мульчирующих подошвы, ничего нет. Поэтому вот как бы отчасти отвечаю на ваш вопрос, что они делают. То, что видел я, я понял, что ничего хорошего они с этим не делают. Значит, у них есть другие способы снятия этой проблемы. Вот и все. То ли более выявленной системой химической, подбора химической защиты растений, сортовой политикой, политикой, не знаю, конъюнктурной выращивания высокорентабельных культур, как вы знаете, все-таки от своего министерства сельского хозяйства получают очень четкие квоты. Политикой продаж, когда через биржи платят 5%, они продают 95% урожая. Это комплекс. Это комплекс. Это не просто солома. Понятно. Тимур Геннадьевич, запишите протокол. Пахать, все вооборот, пахать и все вооборот.